29 апреля по всей стране все желающие смогут написать диктант победы. В республике уже подготовлены более 380 площадок, кроме школ, техникумов и вузов. Впервые в этом году к акции присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Не отрываясь от лечения, написать диктант победы смогут как врачи, так и пациенты. В центре травматологии получают медицинскую помощь жители практически всех регионов России. В этом году, несмотря на больничные, они смогут проверить свои знания по истории Отечества. Мы все являемся наследниками победы и для сохранения исторической памяти, мне кажется, это замечательная акция, поскольку она позволяет снова вернуться в историю в те непростые годы и в память великого подвига наших бабушек, дедушек. Вот это замечательное мероприятие, когда мы диктантом победы вспоминаем вот эти исторические даты, сложные времена. В этом году в Чувашии диктант победы планирует написать более 20 тысяч человек. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом. Участвовать можно не только очно, но и дистанционно на сайте dictantpobedy.rf. Уже сейчас там можно зарегистрироваться и пройти тренировочные тесты. Диктант будет состоять из 25 вопросов, 5 из которых посвящены событиям в каждом конкретном регионе. На выполнение задания отведено 45 минут.